Воспитатель, финансовый консультант, менеджер по продажам, почтальон, администратор. У тех женщин, которые ищут работу, есть отличный шанс найти ее быстро. На специализированной ярмарке у жительниц Приморья была возможность выбрать род деятельности из почти 200 вакансий. Собрали вакансии, которые, по нашему мнению и по мнению работодателей, именно ориентированы на труд женщин, на их трудоустройство. Но в настоящее время вот эта социально-экономическая ориентация, она претерпевает изменения, и достаточно большое количество рабочих мест в различных сферах экономики нашего города ориентированы на женскую занятость. По данным статистики, за последние годы соотношение женского и мужского населения в качестве безработных выровнялось. На учете в центре занятости 50% мужчин и 50% женщин, тогда как ранее безработных представительниц слабого пола было традиционно больше. Среди вакансий от большого количества работодателей, а их было 17, каждый мог выбрать то, к чему лежит душа. Большой интерес среди ищущих работу вызвал стол представителей детского сада, которые наравне с другими работодателями решали кадровый вопрос. Мы будем рады специалистам любого возраста, даже без опыта работы. Ну, потому что это такая работа. Дело в том, что воспитание, это же женская в основном работа. В женщине заложено очень много потенциала, поэтому есть опыт работы, нет, это не важно. Главное, чтобы было желание учиться. Сотрудниц приглашали страховые компании, крупные торговые сети и небольшие магазины, филиалы Почты России и ОАО РЖД, службы судебных приставов и налоговая служба. Интересную работу предлагали и медицинские учреждения. Сегодня мы предлагаем две вакансии. Это специалист по слуху, администратор-консультант. У человека должно быть желание помощи людям, оно должно быть где-то внутри, вот здесь, и высокая степень коммуникабельности. Больше предпочтений нет, потому что в компании проводится полное обучение за счет компании, и всему остальному мы научим. Кроме самой ярмарки, многие женщины могли посетить мастер-класс, получить советы о том, как презентовать себя работодателю, начиная от внешнего вида, заканчивая вербальным и невербальным общением. Здесь сегодня мы говорили конкретно о деталях, о том, какие выбирать фотографии для того, чтобы вставить резюме, какой подобрать наряд, чтобы прийти на собеседование, потому что это все этапы первого впечатления, когда мы пытаемся произвести впечатление на работодателя. Специалисты Центра занятости также имели возможность проконсультировать участниц ярмарки по вопросам получения бесплатного дополнительного образования. Участие в ярмарке выгодно и работодателям, ведь очное знакомство с потенциальным работником – наиболее короткий путь решения кадрового вопроса. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.